всем привет сегодня приготовим очень простое блюдо который обожает мой муж это запеканка из картофеля и белой рыбы она настолько простая что пожалуй самый долгой в этом рецепте это почистить картофель но картошку нужно хорошо помыть и очистить от кожуры кстати если найти удобно картофель и чистилку или овощечистку то чистка картофеля не будет занимать много времени или можно попросить мужа очищенный картофель не нужно складывать воду положить его просто в обычную тарелку затем картофель нужно нарезать на кружочки на очень тонкие кружочки чем тоньше будут кружочки тем лучше потому что картофель готовится долго соответственно если ваши кружочки будут слишком толстые то рыба в запеканке приготовиться а картофель останется сырым поэтому постарайтесь нарезать прям таки тонко нарезанный картофель пока перекладываем в тарелочку опять же воду наливать не нужно просто складываем в обычную тарелку и убираем в сторону а мы переходим к рыбе рыбу нужно помыть и обсушить бумажным полотенцем чтобы из нее ушла лишняя влака если рыба замороженная естественно предварительно ее нужно разморозить я обычно делаю это в микроволновке затем режем рыбу на небольшие кусочки примерно как у меня на видео кстати для этого рецепта можно взять абсолютно любую белую рыбу какая вам больше нравится главное чтобы в ней было мало костей я чаще всего покупаю пангасиус или тилапию и пару раз готовила с треской мне тоже очень понравилось нарезанную рыбу тоже пока перекладываем в отдельную тарелочку и теперь берем форму для запекания смазываем форму небольшим кусочком сливочного масла или же масло можно растопить в микроволновке и смазать с помощью силиконовой кисточки только пожалуйста лучше используйте сливочное масло а не растительное так получится вкуснее форму выкладываем картофель кладем картофель одним тонким слоем посмотрите как это делаю я на видео теперь слой картофеля нужно посолить и поперчить по вкусу совсем немного здесь же можно добавить какие-то ваши любимые специи например ароматные травы но я всегда использую только соль и обычный душистый черный перец сверху на картофель выкладываем слой рыбы тоже кладем одним слоем не внахлёст примерно как это делаю я слой рыбы также нужно посолить и поперчить по вкусу затем берем сметану и наносим ее на рыбку делаем это прямо-таки плотным слоем и чем жирнее будет сметана тем вкуснее получится запеканка но это конечно же на мой вкус просто я не очень люблю обезжиренные продукты мне кажется если уж есть сметану то надо покупать хорошую такую густую чтобы ложка стояла затем повторяем наши слои снова до тех пор пока не кончатся продукты мне получилось два слоя картошки и два слоя рыбы каждый слой не забываем солить и перчить по вкусу а слой рыбы нужно также смазать сметаной и до сверху запеканку можно посыпать тертым сыром но это лучше делать на середине приготовления чтобы сыр у вас лишнего не пригорел я так не не делаю потому что мой муж не очень любит сыр убираем запеканку в разогретую духовку и готовим примерно 40 50 минут при 200 градусах точное время приготовления зависит от вашей духовки и от толщины картофеля если вы нарежете картофель тонкими кружочками то запеканка должна приготовиться примерно за 40 минут если кусочки будут слегка толсты то времени может понадобиться больше смотрите пожалуйста по готовности запеканка готова тогда когда картофель не будет сырым выкладываем нашу запеканку на тарелочку это можно делать пока она еще горячая ну или если холодно она выложится проще ее можно быть просто подогреть в микроволновке и посыпаем запеканку любой свежей зеленью у меня был зеленый лук посмотрите какая она красивая приятного аппетита